всем привет с вами юля решила снять небольшой влог мы с вами давно не виделись у меня есть несколько работ которые я хотела бы завершить ну такие знаете маленькие работки но тем не менее есть возможность их завершить как-то себя порадовать потому что честно сказать у меня очень давно не было финиша поэтому я так посмотрела что у меня из процессов более менее можно подтянуть и ну несколько у меня нашлось ну во первых хочу показать вам lanarte вот этот дизайн я говорила что я его начну может быть показывала вам комплектацию уже не помню в общем я его показана что хочу начать этот небольшой наборчик размером 12 с половиной на 15 5 сантиметров вот такой lanarte вот это что у меня есть на сегодня вот здесь у меня вышиты все крестики за исключением бэкстича и выкладной нити ну вот тут еще осталось немножко мне до вышивать рамочка вышивается крестиком в одну ниточку сложения и здесь ну достаточно такая частая смена нитки знаете там три-четыре крестика меняем нитку и закрепляться когда у тебя в одну ниточку немножко сложней вот и чуть-чуть осталось но я так поленилась сразу дошить буду сегодня дошивать вот эти недостающие крестики бэкстич и выкладную нить с обратной стороны у меня вот такая вот картина хочу сказать что работа маленькая но здесь в этом дизайне используются 23 цвета вот она эта планшетка с нитками всех ниток буквально по одной пасмочке на всех цветов по одной пасмочке 23 цвета и в крылышках вот здесь птичках достаточно часто смена нитки но благо вышивается сложением в две поэтому особо какой-то сложности не составляет закрепиться равномерочка можно всегда за что-то подцепиться как-то закрепиться и вышить необходимые крестики что мне по органайзеру вот такой органайзер видите игл много я их пока не снимаю потому что может быть какая-то нитка пригодится мне для бэксича и выкладной нити бэксича здесь немного кстати меня пару крестиков счет в карандаше тут не выше там бэксич у нас на птичках вот в лапках глазе клювик и выкладная нить вот видите вот эти вот веревочки которые крепят саму кормушку а ну еще вот эта буква мне не вышита вот только сейчас ее заметила как-то не обратила внимание ну вот видите чуть-чуть мне поработать нужно но то здесь один вечерок в общем вот такой будет у меня финиш первая миниатюрка от ланарты всегда вдохновляет когда что-то вот такое первое вышиваешь быстро удачно и хочется еще начать какой-то ланартик может быть я так и сделаю ну посмотрим я сейчас вам покажу следующей работы которые я планирую до вышивать сделать какой-то финиш а потом ну старта мне скорее всего не знаю будет или не будет старт но процессы мне некоторые прям вот очень-очень нужно подтянуть все по порядку приходим к следующему процессу на очереди к финишу по вам и так следующий это у нас dimensions вот такие вот чудесные новогодние носочки как говорится готовь сани с лета да и я вот эти сами готовлю с января месяца потихоньку вышиваю вышиваю набор раритетный мне посчастливилось его приобрести я вот прям вот очень мечтала хотела мне хотелось купить эти игрушки но вот к счастью я смогла приобрести набор в январе я начинала этот дизайн эти игрушки брала как дорожный процесс потому что 14 каунт схема простая и в принципе я правильно сделала действительно этот дизайн на можно вышивать и в дороге очень легко идет просто чудесно не нужно особо каких-то органайзеров и все понятно все просто все очень здорово вот я этот дизайн вышивала в дороге здесь у меня вышита полностью пять дизайнов вот так немножечко я вам еще раз их покажу напомню очень не классные вот все вот эти четыре видели а вот этот пятый я вам показывала видео был наполовину вышит и не было бы к сече вот уже готова это печенюшка очень такая вкусненькая боюсь ела и эльфик вот сейчас уже в процессе практически на завершении у меня этот эльфик вышивается очень легко очень приятно и вот знаете это та работа с которой прям вот жалко расставаться хочется еще и и вышивать и вышивать но всего шесть носочков и уже подходят к завершению здесь у меня в этих носочках не хватает дополнительных элементов кординга нужно будет веревочку крутить и пришивать в каждой игрушке есть свое место пришива здесь вот бантик будет здесь тоже какая-то завитушка вот здесь тоже что-то будет в каждой игрушке что-то нужно будет пришить вот здесь вот нужно будет заменить я сделала коучинг нужно делать кординг правильно правильно я говорю веревочку крученную вот это я уже буду делать в конце вот сейчас дошью эльфика потом выполню все детали и эту работу отложу до до зимы где-то там в ноябре в декабре возьму и буду делать сборку уже под зимнее настроение уже будут игрушки вышиты готова останется только их собрать и вот все думаю то ли носочками сделать то ли пин кипами но скорее всего сделала пин кипом будут хорошо держать форму лучше будут они оформлены носочек все-таки он будет такой мягкий до пинки будет жесткая красивая игрушка вот поэтому тоже скоро будет финиш не знаю но не сегодня понятное дело может быть завтра послезавтра и еще один процесс тоже вам очень известный и я наверное уже вам все глаза про мозоли на уши проговорила потому что тоже с начала этого года я его все показываю этот дизайн показываю вот 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 скоро сейчас скоро его завершу тоже старенький dimensions частичная вышивка тут и крестик и гладь я бы уже завершила но я решила кое-что переделать из из крестика сделать гладь вот давайте я напомню как как это было как смотрится эта лошадка так вот мне тут немножечко вещички так вот так смотрится лошадка я начала вышивать снизу крестиком все как по схеме но вы видите как все это смазано и я решила сделать немножечко добавить бэкстича пробовала как-то делать контур ну как-то что-то прояснилось мне кажется здесь тоже нужно уже сделать контур чтобы были более четкие формы у этих цветов так здесь идет гладь ничего не меняла лэйзи дэйзи французские узелки вот здесь тоже вышивала по схеме крестиком ну вы видите такое пятно я уже тут перешивать не буду но здесь но нормально смотрится дальше вот здесь я вышила сразу все гладью решила не делать крест мне не очень понравилось а вот гладью очень даже симпатично смотрится мне даже понравилось вышивать гладью вот поэтому я вышила все вот эти цветы и листочки гладью здесь есть французские узелки тоже добавлены вот эти цветы я тоже гладью вышивала решила не делать крест и вот здесь вверху еще вот так вот и вот эти цветы тоже вышила гладью они по схеме идут комбинация там какие-то лепесточки крестики где-то гладь но мне гладью понравилось больше кропотливей глаза уже устают знаете такие мелкие стежочки делать стараюсь почаще потоньше стежки делать чтобы цветы были более выразительные бархатные вот чтобы было красиво ленты соответственно кстати гладью мне тоже понравилось вышивать вот и здесь у меня был крест я посмотрела как это смотрится да в сравнение крест и вот вот здесь гладь и я решила что ну нет раз я уж тут себя так озадачила этой работой тоже выпорола полностью вырезала весь крестик тут один листик остался зелененький и буду вышивать гладью вот здесь немного тоже пару вечеров ну и я думаю что максимум концу недели я вот эти вот небольшие три работы нужно завершить вот будет у меня какой-то финиш заодно буду делать какие-то еще может быть съемки вставки какие-то фрагменты как-то себя вдохновляйте вас немножечко порадую на вышивку вот так что вот такой вот у меня план работ начинаю как говорится приступать и увидимся с вами следующем включении вот так всем привет сегодня среда у нас стоит ужасная жара стоит она уже два месяца это лето на мой взгляд самая жаркая за мою всю историю в греции я здесь уже 14 лет и но обычно добывает и 40 и 42 но знаете это волнами потом отходит и спадает жара опять там 35 33 но бывают у нас такие дни когда можно продохнуть а здесь у нас июня месяца уже август и это нон-стоп жара и знаете вот такое чистое небо что на солнце выйти невозможно я вообще не представляю как эти бедные туристы ходят футбол как целый день как они загорают но это просто ожог моментальный я на солнце вот но даже 5-10 минут не сижу не загораю в теньке это знаете даже 5-10 минут прошелся за кофе и сразу за к конечно же берется но честно я избегаю солнца потому что очень сильная очень легко получить и солнечный ожог и вообще уже уже не та экология уже нельзя загорать как раньше вот такое у меня начало решила сделать включение несмотря на то что у меня уже вечер я надеюсь картинка будет но более менее нормальная не сильно темная тут лампочки везде по наставила вот иначе я знаете тяжело нахожу время на съемку это раз у него такой момент с пылу жару вот буквально пять минут назад я завершила все-таки маленький ланартик маленький но вот еще тот такой знаете хитренький этот ланартик во-первых ну 23 цвета дан для такой маленькой работы часто смена нитки тут в крылышках там то глазик то хвостик то носик то еще что-то вот корзиночка тоже ну ладно крестики мы как бы умеем вышивать уже годы с рукоделием на тренированные сменой нитки нас не испугаешь рамочка вышивалась в одно сложение ниточки тоже через три-четыре крестика меняется нитка тоже нужно приловчиться закрепить закрыть закрепить аккуратно одиночную эту ниточку но тоже я с этим справилась но потом начался бэкстич который в принципе я уже и полюбила но он здесь такой знаете хитренький он там пару стежков всем пару стежков вот и разные цвета нитки на как у джан лин такой знаете где-то необоснованный но нужно делать вот ну и были вот здесь вот эти вот как они называются шнурки их нужно было вышивать бэкстичем но ход иглы такой знаете на 3-4 крестика и видите вот как должно было получиться кривовато но меня кривовато уже не устраивает поэтому я сделала выкладной ниточкой ну прям вот ну не могу сказать что прям идеально ну так получается ну кровно красиво получилось но в общем можно собой погордиться мне кажется хорошо получилось вышивка очень милая я люблю вот этих вот всяких птичек кормушки давно не вышивала и вот получилась такая красота здесь вверху карандашик я дошила здесь тоже вот такой вот хитренький крестик и бэкстич крючочек такой бэкстич много деталей вот посмотрите вот здесь вот вот тут вот стежочек тут стежочки тут какие-то тут вот черточки вот тут все знаете позакрепляться уже хочется финиша тут тут там нужно еще сделать черточку то сям в общем я пыхтела пыхтела и все можно выдохнуть ура финиш 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 у меня очень давно не было финишей вышивки и знаете вот я прям очень очень рада что у меня все-таки получился финиш мне прямо в этом в инстаграме это как правильно сказать уже заговариваюсь устало и жарко вечер я сама себе устроила флешмоб в поисках финиша вот я еще где бы этот финиш найти вышивки какая вышивка у меня еще проходит под финиш вот поэтому право один есть дальше 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 вот я же все таки работала эти пару дней до юля поработала немножко с вышивкой не все что же на работе работать хочется и проходили себя порадовать ну вот он этот эльфик красавчик уже посмотрите все крестики готовы я приступила к бэкстич у сегодня утром проснулась в 6 утра думаю дай-ка бэкстич начну делать и я приступила вот чуть-чуть тут уже пару стежочков по вышивала сегодня не знаю выше не вышью но завтра завтра четверг ну и на я надеюсь что завтра я дашью вот этот бэкстич и может быть в пятницу утром сделаю включение но вот как-то так да посмотрим как будет получаться с свободным временем вот я думаю что числа до 12 я еще доработаю максимум до 14 и все отпуск до 1 сентября всем так и сказала даже меня не ищите я уеду в комарово на гавайи и еще не знаю куда может быть на олимпу еду вообще в гору на гору по и не пусть не знаю правда у меня давно не было отпуска и вот это время очень много работы стрессов каких-то тоже личных переживаний каких-то неудач стрессов но разное у меня было и я просто понимаю что я выдохлась я уже не могу не могу работать говорю все отпускаете ну как говорится первые работники а потом уже я поэтому сейчас девчонки отдыхают и потом я улечу еду вот такие вот дела такие вот новости может быть действительно поеду на гору олимп вот ну ладно немножко такое отступление лирическое хотелось мне вам показать себя немножечко знаете ну порадовать что какие-то есть продвижения вышивки может быть я и зацеплюсь и дальше также буду снимать и также хорошо продвигать какие-то процессы у меня на самом деле много работ которого чуть-чуть поднажми и будет финиш видите но все лень то одно то другое вот такая вот красота у меня тут уже потихонечку идет к финишу ну что увидимся с вами в следующем включении итак сегодня суббота и сегодня будет заключительное включение покажу итоги у меня получилось выполнить все то что я себе запланировала то сделать три финиша один мы с вами посмотрели ланарты птички и вот дима инженс наконец-то я завершила этот процесс последний этап был немножко знаете утомительным всегда последний этап утомительный потому что уже хочется вот он финиш а тут нужно еще какую-то веревочку скрутить что-то еще пришить что-то доделать переделать какие-то такие мелкие работы но тем не менее их нужно было сделать и в общем я вчера с утра встала пораньше чуть-чуть поделала потом вечером доделывала вот и все теперь меня полностью готовые носочки все шесть очень красивые давайте еще раз посмотрим поближе потому что работа отправится отправиться в рулон до зимних праздников знаете в преддверии рождества очень приятно все собрать какую-нибудь новогоднюю игрушку что-то такое повышевать к новому году вот я думаю что будет очень здорово сделать себе такое праздничное настроение поэтому игрушки пока я собирать не буду отложу их до до рождества до нового года вот такой красивый дед мороз пришит бантик это этот кординг да правильно кординг вот здесь я пришила этот бантик вот здесь вот совсем маленький у меня получился но как-то знаете так получилось вот много деталей много бэкстича но это не самые сложные игрушки это очень легкие игрушки вышиваются легко быстро с настроением вот пряник предпоследним у меня вышивался я вышивала не по порядку как идут по схеме по настроению выбирала игрушку цветовую палитру которую мне хотелось вышивать и вышивала вот такой пряничек последний вышивала вот этого эльфика сначала как-то вот знаете все его откладывала откладывала потом когда стала вышивать у меня с таким настроением вышивался эти все цвета ну вот все по настроению получилось так как и нужно здесь у него тоже есть кординг эта веревочка и есть кисточки кисточки у меня получились какие-то немножко такие жидковатые ну как получилось уж ладно я не стал уже ничего еще доделывать переделывать а то знаете мудрил мудрил и перемудрил вот у снеговика здесь вообще богатство богатство и кисточки в шарфике вот они эти ниточки прикольная первый раз делала и кординг а вот здесь и вот здесь бантик ну вообще такой снеговик шикарный девчонка тоже такая себе ничего я вам показывала что вначале я неправильно почитала схему на дороге вышивала процесс сделала коучинг здесь здесь да вот вместо того чтобы кординг поэтому мне нужно было все это убрать выпарать у меня было три игрушки вот с коучингом все это нужно было убрать и переделать накрутить веревочек и сделать коучинг так как так как положено по схеме он идет в рукавах вот здесь горловинка и конечно же нимб такой вот красивый ангелочек вообще шикарные такие игрушки ну классно вот дименшинс блин вот и вот этот вот олененок олененок нет не олененок кто он у нас лось скорее всего лосьонок в общем не знаю кто первого вышивала нет вторым его вышивала тоже очень классный ну здесь просто у него в рогах вот эта ниточка как гирлянда да но у него много тоже там всяких игрушек колокольчик вот и колокольчики тоже эта веревочка кордингом вот такие вот и игрушки получились классно вообще не пришиваются по ниткам нитки я храню в специальной коробке нитки дименшинс но она у меня небольшая и уже полная поэтому я какие-то хвостики прям вообще остатки убрала на бобинки перемотала сложила в коробочку а то что было более-менее большие остатки я вот у меня в ланарте оказалось там не одна дополнительная такая вот картоночка там их три они тоненькие правда но их три но я подумала что вот как раз для хранения остатков вот эти органайзеры очень мне пригодятся я вот разрезала пополам и сюда разместила остатки остатков не так много видите вот старый дименшинс не жадничал ниточек складывал побольше положил и здесь знаете такие цвета как раз вот для еще каких-то новогодних игрушек для дименшинса мне очень хочется вышить конечно же сердечки я все думала может найду оригинальный набор но видите все реже реже появляется хотя может быть уже перевыпуск будет не отслеживаю сейчас что там у дименшинс и мне очень нравятся игрушки ставлю картинку там где птички колокольчики такие тоже маленькие такие ювелирные симпатичные игрушечки ставлю картинку чтобы было понятно о чем я говорю я думаю что вот как раз мне эти ниточки туда очень-очень пригодятся вот видите все таки их много в общем у меня вчера был такой день как это сказать завершала работы наводила порядок с нитками потому что обычно это все к концу процесса вот такое все такая куча там ниток все запутанное уже тащишь бросаешь ее эту нитку чтобы быстрее завершить вот и вчера да наводила порядок разбирала все органайзеры все нитки вот такой пучок ниток почему бы и нет в общем такой вот финиш классный классный и еще один финиш у меня состоялся уже сегодня утром уже сегодня утром я доделывала вы знаете бывает так останется у работы вот столечко вот так чуть-чуть и никак рука не поднимается и казалось бы ну что там такого вот нет не идет я вот именно про эту лошадку имею ввиду бывает часто так да вот заступорится работа на каком-то этапе не идет хоть режь хоть деньги плати вот не идет вот с этой работой у меня так же я ее отложила по-моему в марте месяце вчера в инстаграме смотрела свои посты по-моему в марте месяце последний раз я брала ее и вышивала да у меня там была не вышита вот эта часть вот это вот это то есть я в марте взяла кусок вышила вот так и оставалось вот это вот маленькая маленькая пятнышко я говорила что я здесь распускалась был крест и вышила гладью знаете вот вышивая гладью ну по необходимости потому что крест тут как-то знаете сильно простил работу я полюбила гладь сегодня утром дело последние стишки думаю блин как жалко что она закончилась я еще хочу гладью повышевать сижу вспоминаю есть ли у меня наборы в глади что-то повышевать представляете вот так втянешься в процесс потихонечку и и потом невозможно оторваться так лежал лежал не могла себя заставить вот тут как это объяснить вы можете мне объясните мне как так получается ну вот показываем чучку поближе сейчас наверное лучше камеру вот так лучше чтобы вам было видно в камеру вот сегодня доделывала стежочки здесь решила не делать бэкстич пусть будет вот так вот гладко чтобы не сильно как-то бросалась в глаза вот здесь доделала французские узелки накрутила от себя оттенки ну классно же золотая ниточка видите блестит вот вот красота правда вот оказывается уже у юли красота то мне все не нравилось я с носом крутила то туда то сюда ну вот тут мне не очень нравится но я уже не буду переделывать на гладь распускать пусть будет как будет историческая данность вот такая получилась красивая работа и очень хочется сшить из этой лошадки подушку здесь есть все прекрасные цвета можно сделать какие-нибудь розово-персиковые рюшечки можно сделать голубенькие можно сделать лиловые в общем на усмотрение можно сделать какой-нибудь простой элемент из петчурка треугольнички взять вот как раз ткани тильды вчера искала каталог тильды не могу найти вот там как раз есть однотонные цвета шикарнейшие вот эти вот розовые лиловые купить бы по кусочку сделать из петчурка из треугольничков вот так бордюр по кругу и сделать красивую подушку ну вы знаете у юли идея приходит она потом чтобы поплатиться ей нужно пару лет ну ничего кто знает может быть я когда-нибудь и соберусь силами сделать такую какую-нибудь подушку нужно чтобы идея созрела точно как я вижу но я бы вот сделала какой-нибудь петчурк если бы у меня руки были вообще такие как у мастериц настоящих я бы сделала наверное маленькие звездочки и вот так пустила бы их по кругу эти звездочки была бы из разных таких вот блоков персиковый розовый лиловый звездочки через одно было бы конечно сногсшибательно берите идею я вижу что многие девочки берут какие-то мои идеи берите идеи делайте оставляйте ссылки на меня что вы берете идеи мне будет приятно вот было бы конечно здорово ну посмотрим что получится напомню что это Dimensions это работа какого-то девяностого года где ты девяносто второго года очень-очень редкий дизайн наверное уже и не найти такую лошадку перевыпусков точно не будет ну вот мне попалось как эксперимент вот когда открывала набор расстроилась думаю ну стала вышивать расстроилась а вот сейчас я очень рада что я купила и я думаю что когда-нибудь оформится в подушку не знаю себе на подарок даже уже прям жалко на подарок сказали подари скажу нет вы что не могу расстаться себе нужна такая подушка ну ладно вот такие вот у меня финиши целых три ура ура ну конечно здесь работки такие маленькие поэтому финиши быстрые получились вот я передохнула порадовала себя и знаете что пора бы Юле собраться с силами и поработать еще поработать над один одним процессом сейчас принесу напомню итак принесла показать вам тот процесс над которым мне надо поработать это Риолис по мотивам Клода Моне Аржентей вышивают работу другу из Израиля он очень любит Моне поэтому мы искали конкретно что-то из Моне и нашли ну у Риолиса есть такие работы я решила не экспериментировать с заказом каких-то схем а идти по проверенному потому что я знаю что ошибаться и разочароваться потом в какой-то работе особенно на подарок это очень-очень неприятно поэтому Риолис Аржентей человек очень любит Моне он даже нашел место где будет висеть эта работа у него есть и другие работы ну репродукции понятно вот 40% у меня готово надо теперь собраться с силами сделать рывок и как-то ее дошить поэтому я хочу помарафонить я знаю что всю работу я не вышью за марафон нет конечно же меня не хватит но хотя бы половину вышить от остатка я сняла с рамы вышивала на станке такой большой диванный что-то я устала хочется каких-то перемен наверное опять переберусь на рабочий стол сделаю сейчас какую-нибудь красивую уютную организацию покажу вам в следующем виде в логовом может быть пяльцы или маленькие кюснабы и конечно же хочу пошить какую-нибудь сумочку органайзер для этого процесса чтобы его можно было брать с собой поэтому у меня у меня сегодня день рукоделия я решила сделать себе выходной я думаю что я его заслужила год такой сложный работала и по субботам и по воскресеньям поэтому вот один день можно полениться какие-то домашние дела уйдут в сторону и можно позаниматься рукоделием повышивать что-то организовать что-то пошить очень скучаю по пошивам наверное постараюсь снять какой-то влог не обещаю но посмотрим если получится вот такие вот у меня новости на сегодня спасибо что вы остаетесь со мной желаю вам хорошего настроения до новых встреч и всем пока пока до новых встреч пока и Продолжение следует... Продолжение следует...